Проснулся от звонка. Оказался знакомый, который давно не звонил. Странно, почему он не звонит? На всякий случай придумал, почему я не могу дать денег в долг. Он предложил сходить на аттракционы. Хм, это ловушка. Начал отмазываться, что занят. Он ответил, что у него есть бесплатные билеты. Сказал, что буду через пять минут. Выглянул в окно оценить температуру. Решил, что я не буду надевать подштальники. Я же мужик. Вышел на улицу. Почувствовал, что что-то забыл. Зашел обратно. Надел подштальники. Спустился. Вот сейчас нормас. Встретились с другом. Друг предложил сразу пойти на быка. Первая попытка. Вторая попытка. Ха, слабак. Я-то все сделаю правильно. Подожму ноги, сяду ровно по оси вращения быка. Я ошибался. Пошли в кузар. Ничто так не поднимает самооценку, как игра против школьников. Прошла минута игры. Я вспотел. Я очень вспотел. Зачем я надел подштальники? Может, снять их здесь? Да нет, что за бред. Я снял подштальники. Чуть не спалился. Прозвучала тревога. Напали на нашу базу. Черту все. Надо спасать команду. Не успел. Команда потеряла базу. Я потерял подштальники. Что может быть хуже, чем проиграть школьникам и потерять подштальники? Ну, если только это. Пошли в караоке. Решили спеть что-то мужское. Выбрали рэп. Гости вызвали администратора. На тачках куча людей. Друг пока занял очередь. Я пошел покидать мячи. Странно, и почему я забросил баскетбол? Ах, да, вот почему я забросил баскетбол. Вернулся в очередь. Где мой друг? Кто все эти люди? Почему кто-то еще пытается достать игрушку в этих автоматах? Так, вот он. А с кем это он там разговаривает? Ух ты, здравствуйте. Вспомнил все уроки пикапа, которые мне скидал мой младший брат. Вошел в диалог с подготовленной шуткой. Забыл, как она заканчивается. Решил просто представиться. Друг глупо срифмовал мое имя. Она посмеялась. Он гений. Все, надо брать быка за рога. И-ха! На одну секунду дольше. Вернулся к ребятам. Предложил сыграть в бильярд. Подошли к русскому бильярду. Оценили шары, оценили лузы. Подошли к американке. Вот, другое дело. Я взял мелок. Натер один раз. И еще 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 раз. Пусть думают, я знаю, что делаю. Сделал самую хитрую стойку на пальцах. Главное выглядеть как профи. Ударил. Черт. Забил белый шар. Сказал, что тут такие правила. Кажется, она поверила. О, нет. Друг взял эту странную штуку для Кия. Он переиграл меня в показушности. Вот теперь он выглядит как профи. А, нет. Все норм. Она сказала, что он смешной. Да он просто не знает, как этим пользоваться. Да, шары явно не мое. Пришли в боулинг. Она спросила, как правильно держать в руках эти шары. Перебрал в голове 48 вариантов шуток на эту тему. Ничего не сказал. Я же джентльмен. Но кажется, она догадалась. Странно. Как мы спалились. Снова решаем, куда пойти. Друг предложил в кафе. Я предложил сыграть в твистер. Все поддержали. Что-то где-то пошло не так. Ну вот. Сказала, что ей надо идти. Предложили сходить еще раз. Сказали, что у нас есть бесплатные купоны. Она согласилась и сказала, можно она еще позовет и своего парня. Короче говоря, мы сходили в парк аттракционов.